Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Раздел, начинающийся с буквы Айн, 121-128 стихи. В данном разделе автор трижды называет себя рабом Божием. Как раб или слуга он просит своего небесного покровителя о защите от гонителей. Противостоящие ему гордецы — это не просто дерзкие по характеру люди. Таких надменных людей можно назвать безбожниками, ибо соблюдение постановлений Божьих и служения ему они считают тщетным. К слову, заметим, что по пророку Малахи различие между праведником и нечестивым проходит не по этической линии, а по религиозной. Праведники — это те, кто служат Богу, а нечестивые — это те, которые Богу не служат. Прежде всего, я хотел подчеркнуть в этих словах по пророку Малахи о том, где проходит водораздел. То есть кого в целом мы можем называть праведниками, кого нечестивыми. То есть нечестивые люди — это не просто люди аморальные, это люди, которые не с Богом, которые не просто не хотят изучать его уставы, которые всячески противятся божественному присутствию и его путям, законам, заповедям, определениям. Вопрос — что такое служение? Служение. Что значит, работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом? Ну, конечно, священнослужителю легко говорить, что такое работать Господу. Это принимать исповедь, совершать какие-то требы. Хотя большой вопрос в некоторых монастырях... Сейчас не буду указывать, на какие центральные монастыри на Большой Лубянке я намекаю. Богослужение засчитывается за отдых. Это как бы вместо сна. Это служба не считается. А потом еще полноценный восьмичасовой рабочий день. Какие-то бухгалтерские документы, уборка двора, выбивание ковров. И там полноценный рабочий день. А утром помолился, совершил сто поклондов. Это как бы вместо сна. То, что ты поспал пять часов, это не считается. Поэтому это даже не служение. Это просто релакс, фитнес. Вот. Поэтому большой вопрос даже для священнослужителей. Что такое служение? Что такое работа ради Господа? Если посмотреть на широкий контекст употребления этих слов, прежде всего, в псалтыре, то такой работой ради Господа, служением ради Господа является само по себе поклонение. То есть, если мы кланяемся только Богу, я имею в виду не совершение земного поклона, а почитание Бога как своего Творца и Отца, то тем самым мы служим Ему. Если же мы кланяемся Ваалу, какой-то там Мадонне или, не знаю, Арнольду Шварценеггеру, как кумиру, его там почитаем, перед сестуэткой совершаем его земные поклоны, слоем фотографии Димы Билана, не знаю, разные способы кумиротворчества, то в этом случае мы служим им, даже если мы Диме Билану на сбер-карточку деньги не переводим и Шварценеггеру открытки с днём рождения не посылаем. Поэтому в словопотреблении псалтыре служение поклонения того, кого мы считаем высшим себя, обоготворяем, пред ним с благоговением, так сказать, ходим, но особенно это, конечно, связано с какими-то высшими силами, с какими-то метафизическими реальностью. То есть, если для нас какая-то бабка-знахарка, которая там привораживает, отвораживает, чакр прощищает, это вот нечто такое гуру. Батюшка не что, но что он там исповедь принимает? Это не чудотворец, это поп, который там ходит в Макдональдс, а может даже ещё на самокате катается, в нём нет ничего чудесного и чудотворного. А вот бабка, она там солью посыпет на хлеб, и уже там что-то должно произойти такое, а потом ещё съест с удовольствием. И всё, вот да, вот перед ним и благоговением, а вдруг она что-то не то скажет, к слову и прислушаемся, деньги ей там рекой несут на белый Мерседес. Батюшка на самокате катается, а она на белой Мерсе, это никто не замечает. Так вот, да, в этом случае мы её боготворим, создаём кумиротворчество, потому что мы её ставим на место Бога, который действует через священнослужителя. Так вот, в узком смысле слова, служение — это, конечно, выполнение какой-то функции, выполнение совершенно конкретного какого-то задания, поручения. И поэтому мы говорим, что есть церковнослужители, есть священнослужители, то есть люди, которые трудятся в церкви, выполняя какую-то работу, целью которой является слава Божия. В этом случае, конечно, есть некоторая разница. С одной стороны, допустим, работа бухгалтера в Альфа-банке и, не знаю, в Покровском монастыре. И там, и там те же самые бумажки, законы, там основные средства, нематериальные активы, какие-нибудь там зарплата, банк, касса — всё то же самое. Бухгалтерский учёт строится по закону 402 ФСЗ. Вот. Поэтому и там, и там вроде бы функционал одинаковый. У человека, который работает в монастыре, он понимает, что маржа, прибыль, она пойдёт на какие-то святые цели. На благоугоршение храма, на помощь бедным, на то, чтобы богослужение совершить ради Бога. И поэтому в этом случае даже сотрудник бухгалтерии может восприниматься как церковный служитель. Потому что конечная цель, ради чего вся эта система функционирует, она имеет себе целью не прославления конкретного директора банка и его отдых на Мальдивах, а прославления имени Божия. И поэтому служение в церкви различное. Но вот в узком смысле слове мы служением называем ту работу, платную или бесплатную, добровольческий труд. А добровольческий труд — это труд не обязательно неквалифицированный. Ну, не знаю, там сорняки выдёргивают на монастырском огороде в Печорах. Это может быть труд квалифицированный. Например, когда какой-то режиссёр создаёт социальный ролик и не берёт ничего за свои труды. Это его добровольческий труд, вклад, его служение. Если ролик прежде всего направлен на прославление имени Божия. Итак, вот она, разница между широким пониманием слова служения и узким пониманием слова служения. Поэтому с точки зрения библейского богословия невозможен морально-этический атеист быть назван праведником. То есть даже если это альтруист, который спасает весь мир, весь от мозга до костей гринписовец, но в Бога не верит, он не может быть по псалмам назван праведником. Но праведником может быть назван спасающийся и кающийся грешник в силу того, что он верит и цепляется за уставы Божии. О себе же псалмопевец говорит, что для него заповеди Бога ценнее чистого золота. 127 стих поднимает очень важную проблему. Он читается просто, в буквальном смысле слова. «Я заповеди твои люблю более, чем золото и золотого чистого». Но в этическом плане, в духовно-нравственном, это очень непростой выбор для человека, который живет, работает и может заработать больше, и жить более богато. Но для этого ему нужно пойти на какой-то компромисс. Например, когда нужно сделать выбор в отношении своего будущего жизненного призвания. Кем я хочу быть? Хочу быть работником детского дома, который вытирает сопли у детей-сирот, и дарить им любовь. Или захочу стать каким-то супер-пупер-программистом, чтобы делать приложение под Google и зарабатывать себе пятую или пятидесятую зарплату. И, конечно, если человек делает выбор в пользу высокооплачиваемой работы, нередко у него меньше остается шансов и возможностей для того, чтобы послужить Богу. Если человек делает выбор в пользу социального служения, он чаще остается беден. Не всегда в наши дни Бог ставит нас перед выборами. Ты или бедный, но богатый духовно, или духовно бедный, но богатый материально. Но данный стих вводит сам принцип, саму проблематику. Если у человека есть выбор, предпочтение, украсть и тем самым больше заработать, или поступить честно и соблюсти десятую заповедь Божию, не пожелай имущества ближнего твоего, то если человек предпочтет десятую заповедь Божию или другую заповедь не укради, то тем самым он поступит по-божески. Для автора псалма исполнение заповедей Божьих ценнее, чем самое драгоценное золото, чем платина, чем бриллианты, чем сберегательный счет в банке. Для него важнее сохранить это человеческое достоинство, достоинство человека, созданного по образу Божию. Чем уподобиться людям земли и превратиться в перстного человека, который пусть здесь, на этой бредной грешной земле, насладиться земными благами, но к Богу уйдет ни с чем. Самопевец не собирается идти по пути нечестивых, поскольку ненавидит путь лжи. 128 стих. Все повеления Божии, напротив, он признает справедливыми. Справедливость и праведность присущи Богу по природе. И Бог, соответственно, ожидает воплощения этих качеств в нормах жизни своего народа. Когда мы говорим неправда, мы, конечно, отрицаем правду. То есть правда — это некая антологическая реальность, это бытие. Так должно быть. Неправда — так не должно быть. следовательно, ну, как бы мы сказали бы, что правда — это некая вещь, это некий смысл, это некое присутствие чего-то хорошего, доброго, а то, что человек наполняет, насыщает, двигает его вперед. Неправда — это то, что человек ограничивает, лишает, огрочает и так далее. С юридической точки зрения понятие «правда» и понятие «неправда» они отчетливо оговорены. И наша теперешняя законодательная база, она как раз строится от противного. Мы в законах не прописываем, как нам правильно жить. Мы в законах пишем о том, какие человека могут ожидать последствия за правонарушение, то есть за злодеяние. И, следовательно, в теперешней нашей нормативной практике мы, по сути дела, рассматриваем зло. Мы не изучаем добродетели, мы изучаем грехи и страсти, как и в аскетической практике. И на этот счет напишено гораздо больше литературы о том, что такое добро. Потому что предполагается, что зло его меньше. Это то, что разрушает, то, что подмывает фундамент дома. А добро — это все остальное. Это и есть жизнь и творческая свобода, и развитие. И оно безграничное и бесконечное. Поэтому под словами «путь лжи» мы можем понимать в буквальном смысле слова правонарушение, то есть преступление в самом таком социально-административном его значении. Но в духовном плане это вообще все, что разрушает, все, что искажает любовь, справедливость, этику человека, его свободу и так далее, и так далее. Обращаясь к Господу со словами «Заступи раба твоего», псалмопевец ожидает, что Бог с юридической точки зрения станет его гарантом безопасности. То благо, которое он ожидает от Бога, еще не пришло. Его глаза истомились от ожидания. 123 стих. Перед его взором явное разорение закона Божия. По идее, настало время Богу вмешаться. 126 стих. Но Бог медлит, и поэтому автор недоумевает. «Вразуми меня! Может быть, я чего-то не понимаю? Дай мне возможность познать твой промысел». Субтитры создавал DimaTorzok